Северная Корея Северная Корея, получается, там же не разрешают выезжать. Там как получается обстановка, даже вот эти Олимпийские игры или там куда-то, кто за границу выходит, им говорят, если вы, короче, не вернетесь обратно, то мы вашу семью, короче, попересажаем, говорит, на пожизненные сроки. Вот как раньше было в советское время, когда на Олимпиаду ездили наши спортсмены, перед выездом им говорили, если кто-то из вас там соскочит, не вернется, что-то будет, вашу семью, короче, мы посадим. И вот так, короче, они делали, чтобы человек и там и пожаловаться не мог, и рассказать не мог, и убежать тоже не мог. А те, о которых ты говоришь, строители, это, видимо, такие сироты, уже короче, блин, которым в натуре уже терять нечего, и они по беспределу, походу, соскочили. Слово демократия, о чем говорит? Это коррупция, анархия, бля, и, бля, воровство, бля, и все, то, что можно было жить за так. Это вот как раз так это и есть, это, бля, жизнь. Это богатые будут богатыми, бедные будут бедными. Вот что, вот о чем говорит демократия, бля, о свободе там вообще речи не может быть никогда. Когда было, бля, демократия, бля, никогда не было ее, бля, нигде не будет ее, бля, жизнь. Даже в Америке ее нету, бля, ушумляют негров, негров, бля, жизнь, афроамериканцев, бля, ушумляют, бля, попальцесское государство, бля. Они-то говорят, мы демократия, мы там, бля, свободная страна, бля, Америка, там, Абдоб, бля, демократия, бля, жизнь. Где ты там? Там как есть, блядь, вот эти нефтяные магнаты, блядь, прочие-то, там, эти ирокфеллеры, блядь, так и будут они, блядь, вдавить, блядь, как клопов, блядь. Ну вот во всех развитых государствах демократия. Демократия, брат, имеется в виду, все равно ты можешь защитить, там, свобода слова есть в какой-то степени хотя бы. Так-то, да, когда ты попер на какого-то крутого, да, тебя там сломают и проиграешь, да. Но в общей массе все равно более-менее порядочная, по крайней мере, там. Дермоградия тоже точно здесь есть. Дермоградия, пацаны, это называется Дермоградия. Там опечатка в одной букве, короче. Вот типа там люди думают демократия, а это Дермоградия. Они пообеспределиваться, а скачать не могут вас. Их только так ловят на границе, я сам их ловил, блядь, на границе. У меня в изоляторе они сидели на границе, жесть, вот, как раз в комбинатуре были, жесть. Они плакали, когда их ловили, жесть, потому что сразу уже расстрел, там уже, блядь, другого. Раньше прям перед нами расстреливали, ну, до меня, когда я еще пришел до службы, до 90-х, до 2000-х годов, прям на мосту перед, ну, как показательных расстреливали, жесть. Там мост дружбы есть, Ким Исэна, Ким Чен Иль, это точнее, жесть. Прямо там же расстреливали, чтобы, блядь, другим палатны не было, короче, на камеру снимали, говоришь, жесть. А когда при мне уже их ловили, у нас в изоляторе они сидели, как раз вот на Хасане я служил, только вот эта граница у них идет. Остальное они не могут просто перебежать. Там у них уже идет море, там идет, короче, через Китай, я не знаю, китайцы тоже, они их ненавидят, блядь, жесть. У них только один путь, через вот Техасан, вот этот, где я служил, и я из-за этого говорю, их просто так не выпускают никогда, блядь, они могут по контракту, жесть, но их, блядь, чтобы это все пройти, там такие, такие, да, блядь, крови, короче, должны быть патриоты своей родины, чтобы их пропустили куда-то по контракту работать, тоже не вариант, потому что они, как бы, жесть, статус своего государства теряют. Типа у нас что, работы нет, чтобы у другого государства просить какую-то работу. Востоке тоже, насколько я знаю, уже, где бы я ни был на рынках, везде китайцы, везде. Японцы есть, китайцы есть, ну, северные корейцы, я никогда в жизни не видел, блядь, чтобы там, да, и не слышал, чтобы там были северные корейцы. В основном Китай. Как раз интересная полемика для канала, как раз, это, видишь, дискуссия такая, каждый своим мнением поделился, немного такой информации тоже, интересной, полезной, завораживающей, да, ну, чтобы люди тоже послушали, чтобы люди чуть-чуть мозги включили, разницу осознавали, сравнивали. Да, наши тоже жили, но у нас все равно нациков много, честно говоря. Ну, не надо смотреть на того, что они нас не примут, там, тех не примут, короче. На этом процикливаться, да. Каждый путь принимает, не принимает, так по кайфу, короче, что по кайфу делает. Ну, я, я не буду на эти вещи смотреть. Хочешь, не хочешь, оно есть, да, базару нет, есть оно, да. Ну, что дело, да, она жизнь такая, короче. Жизнь она, жизнь, да. Ну, не гей, ну, не гей так сразу, айтасан. Этот человек, блядь, ничему не удивляется, ничему не удивлен, бля, в этой жизни мрачной. Так что, я думаю, блядь, мы его ничем не удивили. Ну, я не знаю, главное, чтобы пацан не спился, блядь. Главное, чтобы он не спился, жез. И что думать насчет вот этой картинки? Красивее, конечно, оно было бы, если оно было бы в мясе, блядь. Тогда я бы, блядь, сказал бы, что я думаю, блядь. Я бы сказал тебе, красавчик, блядь, красава, блядь. Молодец не сказал бы, потому что молодцы, сосуль в конце, а ты красавчик, блядь. То есть, хватит вот. Но еще пока рано тебе так сказать, потому что это, это перо, блядь, не в мясе, блядь. Реально, что и что скажи, блядь, ему сейчас до сих пор северные кальянки там, блядь, с мяса, жез там и так далее, короче. Что он, блядь, сказать. А там, блядь, ушел, блядь, полностью головой, короче, здесь в окно в Париж, блядь. Ну, не гей, ну, не гей так сразу, а это сам мусор скидывает. Причем тут, блядь, перейдем. Нормально же общались с братом. Говорит, память, нет, нет, короче, у него отключается. Один раз, говорит, меня, говорит, разбудили, пробку, говорит, сделал на светофоре. Другой, говорит, раз, разбудили, я, говорит, в аварии, в машине все своровано, короче. Ну, такие моменты. Тоже жернолики, короче, если что. Сейчас пацанчик, короче, здесь перед магазином проезжает. Я тоже, когда выезжал отсюда со двора, я знаю, там люди ходят, велосипедисты ездят, Гасан может пролетать. Я так аккуратно выезжаю. А сейчас на приоре один так уверенно хотел выехать, и этот велосипедист ему прям как въехал в нем в колесо. И самое главное ему, говорит, ты осторожно езжай, а то аварию можешь попасть. Ты осторожно выезжай, ты уже на природе, братка, война приоре. Ты должен красиво выражаться, потому что все твои слова, они будут запечатлены. И комментаторши, комментаторши, не комментатора, а комментаторши, они должны оставить свои отзывы, жесть, в твой адрес. Поэтому какую-нибудь тему, когда ты будешь освещать, освети ее так, чтобы весь мир, жесть, засветился, брат. Ждем, ждем, братка, тебя набить с аплодисментами, с любовью. Все, короче, все фанаты, брат, твоих продвижений и путешествий. Да-да, конечно, там базару нет, они такие с понятиями были, да, парни, это без бэй были. Они на то, как мужчины себя вели, но, опять же, обелять их, это, как говорится, тоже не отбелишь. Ну, время такое, мир такой, честно говоря, другими способами бороться тоже не получится. Там уже поволчий жить, поволчий выйдет, да, базару нет. Как я? Там человек, если пойдет, да, скажет, эй, там, он такой законодательство, там такой ислам, так говорит. Поджопник дадут, бля, и скажут, иди гуляй, бля, дурачок, бля. Со своими мусульманскими законами, со своими человеческими законами. Короче, утром встал я, выскочил, пока там машину все равно зайду, сразу не выезжаю, минутку хотя бы оставляю чуть прогреться. И, блин, такой сходняк во дворе, люди там, какая-то шумиха, соседи. Я говорю, что случилось, что, я говорю, погода такая шикарная, вот с утра, я говорю, на суете. В чем дело? Они, короче, вообще, говорит, тебя, говорит, видят, хотели меня. Я думаю, блин, я вообще во дворе не бываю, меня хоть что видит, да. Этот, говорит, к тебе, говорит, какой-то ночью вчера, говорит, приезжал, говорит, на каком-то велосипеде, говорит, бля. Напердел, говорит, ночью здесь весь микрорайон смоги, говорит, до утра, говорит, не проветрилось. Блин, я охренел, короче, бля. Хотели меня, короче, тоже они рихтануть. Типа, я тоже, короче, при делах. Я говорю, не, не, воре, воре, я говорю, вы меня всю жизнь знаете. Я порядочный, как говорится, человек. А его адрес, номер телефона, все, я говорю, вам вечером как раз досье принесу. Так вот и живем, брат. Пока ты махачкалец здесь, город, блин, Диербаня, что только не творят. Я сказал, он ваш. Этот парень ваш, честно и справедливо. Братуха, ты баламутишь, брат, людей. То человека, блин, с Москвы во Францию отправил, то этого с чужими деньгами, блин, запарил. Но тот ответ был у него, видимо, заучен перед зеркалом, жесть. Он так уверенно, прям полу-уверенно, полу-полу, как бы уверенно, да. Ну, короче, грубо говоря, не уверенно, короче, так сказал. И глаза его охреневали просто с этой обстановки, блин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова